Доброе утро, мои хорошие! Я начинаю новый влог. Мы еще лечимся. Сына вроде бы сегодня не кашлял у меня. А у меня простуда на губе вскочила небольшая. Ну что делать? Это не будет нам помехой для нашего влога, да? Сегодня, кстати, хотела сказать, что мне очень-очень понравились помадки. В Ростове в магазине у нас есть интернет. Но я делала посты в Инстаграме. И на мое удивление, честно говоря, думала, будет не очень. Вот такие четыре помадки. И я прям крашу каждый день новым цветом. И я прям кайфую. На самом деле, такие классные кайли. Ай, такие классные, реально. Они впитываются быстро. Они очень хорошо наносятся. Прям, знаете, как мусс такой наносится. И все. И вот они не оставляют следа никакого, в отличие от многих других. И они достаточно стойкие. То есть вчера накрасила я там размером, ну, размером, цветом более таким темным. И я кушала даже. Оно мне прям держалось целый день. Говорят, что разные кайли бывают. И не очень хорошего качества, да, наносишь. А они там, ну, она не липнет ничего. Я наношу ее на сухие губы. Вообще не увлажняю перед этим. Она даже немного увлажняет мои губы. Но мне очень нравится, честно говоря. Вот зайдите в Инстаграм ко мне. Я оставлю ссылку. Посмотрите, я там еще каждую помадку на губах у себя сделала, чтобы вы посмотрели цвет. Но я очень довольна, честно говоря, ей. Поэтому с удовольствием вам говорю. Все, что мне нравится, так 100%. Что еще хотела? Сейчас мы пойдем с Денечкой по делам. Вот. И я думаю, может быть, по дороге. Я всегда, когда выхожу из дома, я потом не могу просто зайти домой, да. Мне надо куда-нибудь заехать в торговый центр, может быть, по Ашану погулять. Вот эти маечки я купила в Ашане. Я просто их обожаю. Что-то я сегодня думаю, может, там погулять, посмотреть. Может, что-то прикольное будет. Может, малыша в детскую комнату. Мы еще не были там в Ашане. Там что-то есть у нас, да. Вот. Магазин у нас новый открылся в Ростове-на-Дону. Тоже к дню рождения. Присматриваю. Там такой центр большой. У них сейчас скидки 50%. На все. Я хочу его купить. Он стоит там порядка трех с половиной тысяч. Ну, вот я думаю. Думаю еще. Думает мама еще. Ну, в принципе, это нормальная цена, когда три с половиной три. Там какие-то небольшие, знаете, такие комплексы есть для детей. Развивайка, знаете, там, чтобы оно звенело, тарахтело, что-нибудь переключалось. А там прям большой стол такой прям для ребенка, знаете, громоздкие. Ну, он так семь почти стоил. Там 50% скидка, 3,500. Я думаю, надо брать. Надо брать. В общем, вот такая вот история. Все, пойдемте с нами. Беру вас с собой. Хочу поделиться хорошим настроением. Сейчас заехала на заправочку. И вчера заезжала и не стала заправляться. Хотя у меня уже бензин на нуле почти. Подъезжаю. Говорю, у вас есть человек, который наливает бензин? Ну, потому что ребенок, не хочу выходить, вот это расплачиваться. Машина открытая, что-то там заряжается. Ну, проще, когда подходит человек. Я еще думала, наличными расплачусь специально, чтобы не выходить вообще из машины, даже картой расплачиваться. И она такая, нет, нет. Ну, я уехала. Сегодня думаю, может, он работает. Подъезжаю, никого нету, смотрю. Выходит кассир. Увидела такая, сейчас такая, минутку даже. Другая девушка уже вышла такая, заправилась. Ну, я сразу наличными расплатилась, чтобы не выходить там картой. Помыла заднее стекло. Такая думаю, вот, блин, молодец. Без вопросов вообще. То есть я даже еще не успела подъехать. Она уже выскочила. Думаю, ну, блин, классно. Видимо, может быть, увидела, что я с ребенком. И захотела помочь. Думаю, блин, ну, по-любому надо денежку дать. Нормально. Вот. И я ей, короче, даю. Она такая, все, счастливого пути там. И даю ей денежку. Она такая, девушка, я же кассир. Я говорю, ну и что, ничего себе, вышли, блин. Тут заправили мне. Помыли стекло. Она такая, ну, спасибо тебе. Вот. Вот я люблю таких людей, на самом деле. Ну, либо работа ей, ее нравится. Просто нравится помочь. На самом деле, круто помогать людям. Я вам советую. Не помню я, блин, начинала влог. Или я продолжаю влог. Или я начинаю его. На всякий случай вам скажу привет, мои хорошие. Потому что я не помню. Сейчас мы с Ленок собираемся встретиться, погулять. И, в общем-то, малыша одела. Все взяла с собой. И мы выезжаем. Да. Кстати, хотела сказать, что наконец-то я помыла машину. Представляете, я ее все лето вообще не мыла. Просто вот не было времени. Сейчас просто поворачиваю голову, думаю, у меня стекло открытое. Оно настолько чистое, что кажется, что открытое. Что еще хотела сказать? А, сережки. Смотрите, сережки я одела. Я их давно не одевала. Это серебро. И покупала я в одном из своих любимых магазинов Grand Stock. Давно уже, если я покупала кольцо серебряное, там огромнейший выбор серебра. Вот хотела сказать, кто любит серебро, там просто и цены очень хорошие на самом деле. И вот сколько оно лежит, у меня обычно серебро. Оно лежит, я его не ношу, и оно темнеет буквально через месяц, через две недели. Ну, вообще не кайф. А здесь они с каким-то покрытием. Вот оно лежит уже, знаете, когда я это брала? Больше года назад. И вот я сейчас их одела, они как новенькие, прекрасные сережечки мои. Мне так они нравятся. Там очень классных моделей много. У меня под видео всегда на них ссылка в любимые магазины Grand Stock написано. Вот зайдите, посмотрите. Там не только серебро, там просто серебра очень много. И там еще одежда есть, всякие приколюхи. Я ребенку там тоже брала. Все, идем. Денечку машинку уронила. В общем, заходите под видео, посмотрите. Ну вот мы встретились. Сто лет, сто зим, не виделись. Я, короче, пока ехала в машине, пока то, пока сё, пока туда, пока сюда. Супер я разговариваю, да? То, сё, туда, сюда. Короче, я хочу все, что хочет нормальный человек. Обычные, естественные потребности. Я хочу все. Мы приехали в Танце Горизонт. И сейчас я буду все это делать. Вот. Все, блин. Неудобно одной рукой. В общем, зашли мы в бургер-бар. В воде. В Горизонте. Здесь тоже дают перчатки, но я так вижу, здесь дают прозрачненькие перчатки. Они как в том бургере чёрные. Стильные перчики. Я, короче, заказала бургер с халапеньо. С халапеньо. Кто не знает, что это такое, какие вы не знаете? Вы не знаете, что такое халапеньо? А ты знала, что такое халапеньо? Ой, вообще, а я вот знаю, что такое халапеньо. И не говорите, что я не знаю, что. Халапеньо это такой острый перчик Ладно, я тоже не знала, но мне сказали В общем, у нас будет говядина с халапеньо, с острым перчиком Но острота будет не острая, сказали А такая приятная Приятную остроту я люблю И мы проверим мою стойкость помады, кстати Выдержит ли она бургер с халапеньо Мне понравилось слово Халапеньо Это как я недавно смотрела камеди И там девочка такая, она скромная, такая всего боится Рассказывает про их отношения, стендап Рассказывает про их отношения И потом такая говорит Что-то там, что-то там оргазм И она такая Ой, я не думала, что я испугаюсь А, я думала, что я испугаюсь Сказать слово оргазм со сцены Такая Оргазм, оргазм Это в рекламе было на ТНТ Кто-то видел Такая халапеньо-халапеньо-халапеньо Ну вот мне принесли бургер Он такой небольшой на самом деле У них есть еще с крабовыми палочками Какие-то там крабовые штуки Фри заказали и соус цезарь Что-то из этого очень солюкное То ли соус, то ли... Ладно, буду есть Перчатки вот такие Вкусненькая, кстати Я уже остроту чувствую Ну, нормальная такая Пока не режет меня Деня проснулся Помаду я съела Но для меня она все равно остается стойкой Сейчас мы еще в стенобот зайдем Сожрем вкусняшку Потом накрашу Отлучилась дамскую комнату Не могу ребенка найти с Леной Теперь звоню Нигде нету Куда Ленка? Утосила моего дитя И не отвечает Она должна была быть в суперстеп Ты где? А, Диваш Иляя пробежала мимо И даже... А, вон ты с другой стороны Мы зашли в H&M, кстати У меня будут скоро новые покупки Опять, ну что, я в Ялте купила Покажу вам И здесь уже прикольные вещички Может, еще что-то куплю И буду показывать вам отдельным видео Тебе надо что-нибудь в Диваш? Не Деня Ядовитый цветок Пошли Деня Нельзя Пойдем коляски Дэн Колясочка наша Денечка Кушай нормально Ложись давай Покушай А потом Будешь играть? Сижу в хлебной лавке Сына кормлю Жду Любку Любку, Ленку Господи, что в моей голове? О Любе думаю Сидеть целый день Лена Там духи выбирают В Ревгоше смотрят А я, короче, хочу сейчас в солярий сходить Уже время, конечно, уже вечерей Надо скорее в солярий сходить Я очень люблю после моря Поддерживать еще больше И вот ходить в солярий Чтобы загар не ушел В общем, его поддерживать А может быть усиливать даже Так что здесь рядом сейчас Какой будет солярий Жалко в горизонте не осолярий Вот я помню, что в Москве ПТЦ европейский внизу Но в нулевом был солярий Всегда, когда мы в европейских Тусить шли Всегда заходили в солярий Это было очень удобно Здесь не знаю ПТЦ ездит в солярий или нет Мы пришли домой Я сходила в солярий Сегодня ходила в новый солярий Называется Солнечный рай У нас в Ростове Их даже два в центре Может больше? Не знаю Не спрашивала У них, конечно, там ремонт идет Внутренний Оно не так все прям Классно-классно Одинаковые солярии внутри Не разные Все одинаковые Как мне сказали 25 рублей в минуту Стоит у них Но в принципе мне понравилось По мощности То есть достаточно мощно Ну и все дают То есть там Все, что нужно Ой Что это такое? Что, звоню случайно? В общем, в целом мне понравилось Но надо еще туда сходить Конечно, у меня на лице Пигментные пятна Блин, появляются Это мне не нравится У меня вот этого не было никогда Мы посмотрим, что будет Потому что я хочу быть темненькой И что делать? Что делать? Ну посмотрим Все, сейчас мы будем кушать К тете сразу Не знаю, машину хотелось бы оставить Выпить что-то Шампанское Чуть-чуть Ну посмотрим Беру с собой алкотестер Который брала На Алиэкспресс Или Бенгуд Не помню где В общем ссылку я на него оставлю Посмотрим, как он сегодня работает Мне очень интересно Все, Дань, собираемся В общем, мы уже у моей тети Мы накупили шар А ты дай шары Виталик, ты скажи, ты что делаешь, куда? А вот и меняется С невраждением Я как и ты Во всех позах Ну что ты делаешь? Я хочу все влить Перед солью Вот мой братишка Это, Виталик, ты что делаешь, скажи, куда? Виталий, кухня маленькая А, это майонезом, адыгейская соль Бери, только аккуратно, тут с горочкой А зачем ты солишь, не надо, Виталик А это соленая? Да, она соленая Я делала только с чесноком Ты решил сделать майонезом с чесноком? Соли, все соль Ну делай Я сделаю, я же говорю, командира нет Катастрофу Да, не лезь Мне надо, чтобы я обсуждала, что делать Человек сам будет Ну, что я сам сейчас Сделаю все, что надо Ну, я не могу это так Просто это бросить Секси бой Я хочу сказать, что больше всего я люблю на днем рожденском столе Я люблю, я люблю вот такие синенькие завернутые Да поняли Это у нас крабовый салат Я обожаю Я обожаю вот эти вот яйца Просто не могу Я люблю вот этот вот салат о любви Да, да Ой, вот это я люблю Блин, так муторно это готовить Но так люблю приходить в гости, это есть Еще, еще Ну, салат обыкновенный Как за жигра Баклажаны обыкновенные Вот это я тоже люблю Потому что это тоже сложно готовить Хотя в наше время тереть ничего не надо Но все равно А, ну, и вот такие вот вещи Это с баклажанами и синенькими Я тоже очень люблю Ой, вот это моя бабушка очень любила Шпротики Ой, ням-ням-ням-ням-ням-ням Сейчас будет классическое Классическое поздравление С днем рождения Ну-ка Здравствуйте Я вот хотел поздравить у человека С днем рождения Вы не поверите, какой он хорош Этот человек всем нам радость Всем нам высшая точка наших достижений Мы так любили его, любим Мы будем любить Секундочку Я подготовлюсь Слушай, я ни разу в живую Не слышала Ты знаешь, а ты знаешь, как будешь ржать Если ты сейчас вдуешь Я думаю, где мой ребенок уже Слушай, я бы попробовала Я ни разу не попробовала Попробуй Ты сейчас будешь говорить Мы все родные на самом-то деле Мы если соберемся На самом деле от души скажем От сердца Что мы все родные Мы все любимые Вернулся, что проходит Вот вдохнул полный воздух На выдохе Не закончится в легких воздух Нужно говорить Если ты вдохнул, выдохнул Все пропало Потихоньку, видимо Там просто она слипается Пока в легких Всем привет Мало, мало Ты знаешь, что полный воздух До конца Чтобы ты чувствовал Что прям воздух шарика Выходит Мне страшно? Да не бойся Это воздух Ты будешь немножко удивлена Тем голосом Который будет Не, ну такого голоса Честно не было никогда Да не, мне мало Давай я поделюсь Давай, поделюсь Давай, поделюсь Давай, поделюсь Давай, поделюсь Да я сейчас ее поставлю, поделюсь А, вот так хочешь? Да Сидай сюда, это фигня Подожди, что ты делаешь? Вон, на Да это фигня Потому что я Там еще есть чуть-чуть Да, я его Снимаю Хорошенько Выдохни Вдохни Нормально Я прям на зиму Вот это фигню Да, я на вашем воздух Ходи Зубы Все, я открываю Не дай Выдохни Подождите, дайте Я боюсь Я боюсь Не, я боюсь Хеппи звезды И ту-ю Хеппи звезды И Марина Хеппи звезды И ту-ю Хахахахахахах Это я боюсь Что это, слышать? Ура О градим Как Страшshi Вот Вон Тянуло Да А, что Сейчас Буду Давай Дев감 Да 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 А, но Это реально Работает Все С Fate Тише Давай Вот это всё, я ещё хочу. Да я даже, когда Пикалыч, я пробовал. Вот, вот, крути, крути. Да это уже фигня, всё, там уже не хватит. Давай, Настя, закрывать нужно. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Настя, дай мне крышечку. Хочешь ещё обоверить и дальше? Давай, следующий. Давай синий. Может слипнуться, держи его здесь. Это твой дебют тоже? Да. О нет! Это мой дебют. Давай, Дрова. Ну что, зелёный давай. Блин, как жалко мне. Белый давай лучше. Зелёный, давай зелёный. Первый блинком. Вот, чем мы, взрослые люди, занимаемся на день рождения. Хернёй. Ой, господи, боже мой. Да я что, лелепут, что ли? Бляха-муха, ничего себе. Ты что, да? Красава тулечка твоя. Смотри, над этим волосом. Не разумный свечет. Честное слово, брат. Честное свечет. Заходи, если что там. Ничего себе. Ха-ха-ха, да. А ты-то думала, что тебе просто огни. Ха-ха-ха. И воробьям дули придут. Господи, я пойду завтра на работу к начальнику, скажу, здравствуйте, дайте мне денег. Не выходите на работу, если я опоздал. Я лилипутик. Маленький лилипутик, мне надо денежек. Ха-ха-ха. Все, мои хорошие, вот так мы немного порезвились на день рождения моей тети. Пришли домой. Я уже открыла свою новую кофеварку. Кстати, алкотестер какой-то непонятный, если честно. Я не поняла, как он работает. В конце концов, я просто не пила. Вот. Дабы не рисковать. Ничем. Но я все равно больше половины бокала бы не выпила. Но решила вообще не пить. И кофеварочку свою раскрыла. Только ее включила. Хотела очистить. Предварительная настройка. И что-то она так зашумела, зашумела. 11 часов вечера. Думаю, ладно, утром сделаю. Возможно, мой малыш будет ее бояться. Но посмотрим. Я сниму вам отдельное видео. Знаете? Мое утро. С кофе латте. Вот так вот. И это будет счастье. Итак, я сейчас с вами прощаюсь. Потому что я уже не знаю, сколько я наснимала. Как всегда, мне кажется, мало-мало. А на самом деле там уже на 40 минут. Поэтому я с вами прощаюсь. Я вас люблю. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok